Добрый день, дорогие друзья! Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Друзья мои, я хотел сообщить вам тем, кто следит за судьбой и деятельностью Смоленского губернатора Алексея Владимировича Островского, хотел сообщить для них не совсем приятную, если не приятную и гадостную новость, не радостную, а гадостную новость. Вот уже недели 4, наверное, как, или четвертую, может, неделю, как Алексей Владимирович Островский, смоленский губернатор, лежит в Смоленском федеральном травматологическом, ортопедическом и эндопротезированном центре, и центре эндопротезирования, еле выговорил. В связи с тем, что он, значит, играя, как он сказал, в баскетбол, борясь под кольцом за мяч, опустился в прыжке, видимо, на этот самый мяч ногой, и сломал ногу. Перелом сложнейший, как сказали, светило вот этого самого травматологии, ортопедии, работающие в нашем центре здесь, в Смоленске, сказали, что очень сложный, очень неприятный, значит, довольно-таки редкий перелом, значит, он какой-то спиралевидный, и, значит, и оскольчатый, и один осколок даже вошел там в кость куда-то, в костный мозг даже куда-то проник своим острием. Ну, в общем, страшное дело, значит. А некоторое время, недели три об этом молчали, потом вдруг, значит, нарисовался на просторах интернета, в своем там инстаграме или где-то еще там, в телеграм-канале, некто Павел Шитов, по-моему, его, если я не ошибаюсь. Это бывший один смоленский банкир, который сейчас находится во всероссийском, а может, уже и в международном розыске, и который скрывается в городе Киеве, на, или сейчас говорят, в Украине, на Крайне, короче, скрывается от возмездия, значит, засадеянное. Там что-то кинули они своих вкладчиков, сотни, а может, тысячи вкладчиков на энную сумму. Вот его подельники, которые не скрылись или не успели скрыться, уже приговорены к разным срокам лишения свободы и другим видам, наверное, наказания. А вот Павел ждет, так сказать, ну, чего он ждет? Если ему, например, вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и объявленного розыск, то у него сроки давности на него не распространяются, давности привлечения. Если он скрылся, допустим, от следствия суда, зная, что его привлекают, он не может не знать, потому что об этом, так сказать, трубили все СМИ. И вот он написал, значит, что Островский Алексей Владимирович, губернатор Смоленщины, напился так, что залез на дерево, упал с него вниз и сломал вот эту самую свою ногу. И теперь, так сказать, он лежит вот в этой самой клинике, в центре в этом травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Ну что ж, друзья, надо же как-то реагировать. И тут же Светлана Савинок, это главный редактор журнала, о чем говорит Смоленск, такой глянцевый журнал, довольно-таки хороший, который буквально весь пронизан Алексеем Владимировичем Островским. Там примерно половина площади занимает его фотографии и рассказы о его свершениях. Не делах, не делишках, а свершениях на Смоленщине. То есть тех героических буднях губернатора, которых должен знать весь народ. Народ должен знать своего героя. Ну, я напомню, что на пиар-компанию, ну, не то что свою личную, а дел своих деяний, вот на Смоленщине, тратит господин Островский где-то 22,5 миллиона рубликов народных в год. То есть сумма приличная, сюда, наверное, входит и содержание вот этого журнала. Вот, еще есть, так сказать, губернаторская газета, Смоленск. Это же надо держать. Не все, что там на рекламе строится, а вот в этом журнале, по-моему, у Глянцева, о котором я говорю, вообще рекламы, по-моему, нет. Там только, так сказать, вот событийные вещи. Рассказывается в основном, я еще раз говорю, о том, как наша власть, придержащая, содержит нас ниже сумняшися. Тех, кто, так сказать, их избрал. Ну вот, надо отвечать. И Светлана берет, естественно, соответствующие инструменты. Ну, я имею в виду диктофон, она берет фотографа. Еще что-то, может быть, видеозапись там ведут. И она устремляется в палату к Алексею Владимировичу Островскому. И там вот есть снимок, значит, не только, значит, текстовое, содержание текста, ее интервью, его интервью, данное вот Светлане Савинок, но и фотографии. Вот на одной из фотографий, я смотрю, такая кровать вся из себя ортопедическая, вся из себя травматологическая, со всякими какими-то прибамбасами. Там, значит, на нескольких подушках возлежит в пижаме Алексей Владимирович Островский. Одна нога его, значит, покоится рядом. Другая нога, значит, возвышена на несколько тоже подушек. Та травмированная, видимо, нога, перенесшая уже, как он сказал, уже две сложнейших операции, и которой предстоит еще третья сложнейшая операция. Может быть, заключительная, а может быть, даже не последняя. В общем, страшно подумать о том, что произошло с нашим губернатором. И вот она у него спрашивает, задает эти вопросы. Алексей Владимирович, что случилось с вами? Как получилось? Он и говорит, что вот я играл в баскетбол, на мяче, как бы, на мяч опустился в борьбе за мяч. Ну, я не баскетболист, я волейболист, и штангист, и культурист, бодибилдер. Я, ну, я знаю, что такое ногой на мяч. Я сам попадал в волейболе, когда ты прыгаешь, чтобы, например, заблокировать, или же, а там, значит, кто-то раз тебе под ноги скидывает, и ты приземляешься на мяч. Ну, это туши свет, это можно и насмерть убиться. Но я не представляю, значит, зачем без мяча прыгать, вот в баскетболе, так сказать. Зачем? То есть он борется за верхний мяч, допустим, под кольцом, как он сказал. А мяч-то внизу оказывается, под ним. Ну, какое-то немножко. Вы простите меня, Алексей Владимирович. Я умоляю простить меня. Я не то, что выражаю вам недоверие. Значит, мне приятнее думать, что губернатор моей родной Смоленщины на мяче поскользнулся, чем, допустим, он бы сверзился в пьяном состоянии с ветки дуба, упал и сломал ногу. Мне хочется верить, что вы спортсмен, спортивный. Тем более мне рассказали даже, что вы неплохо играли в хоккей, вот с Максимом Шкадовым, так сказать, в одной команде вроде даже играли. Это бывший генеральный директор производственного объединения «Кристалл». Где алмазы превращают в бриллианты, всемирно известные, маленские бриллианты. Вот, поэтому, значит, зачем мне лично копаться в... Ну, я вижу, что условия вам обеспечены отличные. Палату вам выделили отдельно, там в одном комментарии даже пишет один, что я знаю, что такая палата в этом центре стоит 8 тысяч в сутки. Ну, пусть даже и 20 тысяч в сутки. Мне не жалко, лишь бы вы выздоровели, поправились, лишь бы эти операции пошли вам, как говорится, на пользу для выздоровления. И, Светлана, вот от вас добилась, значит, признания в том, что палата это является и вашим рабочим кабинетом. То есть вы даже не пошли на больничный, как это называется в народе, не пошел на больничный, а в каждый день, как вы говорите, у вас вот за эти три недели, что вы там лежите, провернулись абсолютно все руководители, главы администрации, всех районов Смоленщина. У нас, дай бог памяти, 29, наверное, ну, включая, значит, город областного подчинения Десногорска, это 29-й, наверное, наш микрорегион, будем так говорить, еще состоит наша область. И что с вами каждый день там, значит, работают, совещаются, или вы проводите совещание с думскими нашими, из областной думы, наверное, с председателем областной думы нашей и с руководителями федеральных служб, которые здесь на Смоленщине есть, а это и силовики, это и финансисты, ну и так далее, чего их всех перечислять. Честь вам и хвала, значит, что, находясь в таком положении, лежа, будем так говорить, не по своей, может быть, даже вине, значит, вы находите возможность руководить, продолжать руководить Смоленщиной. И никто как бы и не заметил, значит, что вас нет в рабочем кабинете, потому что жизнь идет, все движется, все работает, так и должно быть. И мне кажется, даже в том и состоит задача хорошего руководителя, чтобы наладить работу так, что он и не нужен становится. Все винтики смазаны, все винтики работают, все жирновая или там эти шестерни крутятся, жизнь движется, продолжается. И главное, чтобы она продолжалась в позитивную сторону, и в сторону вперед, так сказать, а не в зад, и не в сторону куда-то. Вот. А как она продолжается, мы посмотрим по результатам. Пока что я по Смоленску проезжаю, но вы можете сказать, это не мое, моя епархия, это Борисова, мэра нашего. Но, честно говоря, страшно становится от колоссальных размахов каких-то ремонтов. Одна площадка перед мэрией, чего стоит, значит, на глубину полметра вырыли, значит, ну, асфальт, вырыли все, что под асфальтом, и будут, наверное, куда подушку класть. Из трехэтажного дома лежит куча песка. Где столько песка намыли, не знаю. И долго ли она будет еще лежать. Уже на носу, так сказать, осенние дожди, а потом и зимние снега. Площадка, площадь перед мэрией, она, что-то там ничего не движется, честно говоря. Который раз уже мимо, так сказать, прохожу, и, слава богу, сейчас ее оградкой какой-то обнесли, а то тут старики за старухами, говорят, падали, так сказать, случайно, проходя мимо, заносило туда. На дно этой огромной ямы. Вот. И что еще сказать? Ну, то есть, жизнь идет. И вы в этом участвуете, как вы сказали, ежедневно, повседневно, ежеминутно, ежечасно. И, значит, я думаю, почитаю-ка я комментарий под вот этим вот постом, как его назвать, пост, наверное, рассказывающим о, то есть, под интервью данном вами, Светлане Савинок, главного редактора журнала, о чем говорит Смоленск. Е-пас, это, лучше бы я не читал. Я думал, на меня там иногда накатывают мои там читатели, служители, что-то. Но такого, такой помойки, такого, значит, сбора дерьма, значит, я, честно говоря, не видел. И Павел Шитов, даже если он, допустим, написал ложь в отношении вас, он как-то эту ложь более корректно там выразил, чем пишут комментарии люди под этим постом, и как они только вас там не чехвостят. Ну, я не знаю. И стоит ли для таких людей вам работать? Может быть, лучше сказать, да пошли вы себе, и пойти самому туда, куда всех посылаете, послали бы. Но вы вот, наверное, уже восьмой год, я не знаю, семь лет это точно, упорно, значит, пашете, не щадя живота своего, не щадя, вот как видим, ног своих, значит, вы пашете, пашете, значит, на Смоленщине, убеждая всех, и прежде всего президента, и, конечно, патрона своего Жириновского, а он президента, в том, что вы пашете так, как надо, потому что у вас уже, я смотрю, наверное, не меньше двух церковных, ну, высоких наград, и не меньше двух государственных наград. Указы о награждении, которыми подписывает сам верховный главнокомандующий, ну, я имею в виду президента. Кстати, люди задают вопрос, а вот Владимир Владимирович Путин пенсию получит 10 тысяч как пенсионер, он же, ну, по возрасту уже пенсионер, или он получит и 10 этих, и еще 15, как верховный главнокомандующий, потому что военным положено 15. Ну, тоже дурацкий вопрос. Ну, что вам, жалко для президента 25 тысяч? Ну, жалко, что ли? Да нет. Если, например, он объявил бы сбор, как я, что у него полетел ноутбук, я бы ему назад отфутболил эти 10 тысяч, которые он мне обещает, как пенсионеру, дать, потому что для хорошего дела ничего не жалко, честно говоря. Вот. Так что я еще раз обращаюсь к тем, кто внимательно следит за деятельностью нашего губернатора, в том числе за его ролью, так сказать, в раскрытии преступлений, в частности, в отношении подростка Влада Бахова, совершенного преступления, который бесследно исчез, канул в лето, так сказать, 6 апреля 2019 года, и Островский брал наш губернатор на личный контроль ход следствия по этому делу и высказывался пару раз в средствах массовой информации. Он говорил, что, скорее всего, значит, Влада уже на территории области нет. Вы представляете? То есть он нам дал понять в средствах массовой информации, что Влада нет здесь, на территории области. И вдруг, значит, и вдруг, значит, после этих его высказаний находят какие-то кости старческие 29 января 2020 года и говорят нам, что это останки Влада Бахова. То есть губернатор сказал, что Влада нет на территории области, надо искать за пределами области. А, так сказать, сальваровцы в зимний неожиданный поиск, что никогда не делается, значит, зимой делается только, когда вот-вот пропало. Вот, допустим, 29 или 28 января пропал человек в лесу, и тогда, значит, идет поиск. А чего искать пропавшего 6 апреля прошлого года, значит, искать 29 января 2020 года и т.д. Но, причем в день, когда родителям была назначена аудиенция у главы Следственного комитета России господина Бастрыкина. Прямо в тот день и час практически нашли эти бренные останки. И, значит, тем самым они как бы перечеркнули сказанное губернатором о том, что Влада Бахова на Смоленщине нечего искать. Да на Смоленщине много чего еще можно найти. Такого, чего и не было. Вот. Поэтому я хочу сказать, что да, если бы, я говорю, на меня, так наехали бы. Причем с хвопом, значит, десятки, а может быть и сотни, я до конца не дочитал, мне страшно стало, значит, у меня последние волосенки на голове зашевелились и поднялись от ужаса. Как чехвостят люди своего губернатора. Как почему-то, как ненавидят. как не желают ему выздоровления, скорейшего. Как правда там Саваренко, Володя, бывший мэр Смоленска, которого в зашей, можно сказать, выгнал с этого поста как раз губернатор вот Островский. Прямо в первом, значит, кажется, выступил там со своим комментарием, сказал, что он желает уважаемому Алексею Владимировичу скорейшего выздоровления, значит, скорейшего выздоровления. И больше он не писал там, значит, никаких опид, что его уволили там или загнали в такую ситуацию, что его уволили. Ничего такого. Молодец. Я ему там под его вот Саваренко комментарий тоже написал, что он молодец. Нечего, так сказать, с больным человеком, лежащим на больничной койке, пытаться сводить счеты, пусть даже словесными какими-то эскападами. Ну, поэтому я говорю, что, но если бы в отношении меня такое, такую пролили, ну, откровенную, откровенную дерьмо, замешанное на желчи, замешанное, может быть, даже и справедливо, может быть, даже и справедливо, и скорее всего, даже справедливо люди пишут, но тем более, если это справедливо, то надо нахрен уходить, нехрен держаться за это кресло, надо честно сказать, что смоляне, раз я не угоден миру, ну, миру, в смысле, смолянам, то я ухожу, оставайтесь, так сказать, оставайтесь в этой своей параже, в которой и я с вами варился. А теперь я пошел дальше. Вот, как я однажды бывшего губернатора генерала КГБ в отставке Маслова встретил на третьем этаже дома нашего, ну, белого дома нашего. И он шел, значит, в стального цвета костюме, в голубой рубашке без галстука, шагал по красной ковровой дорожке в нашу сторону, а мы стояли с женщиной были и мужчиной, это были члены этого нашего как она называлась-то, по помилованию. Ну, такое общественное было при губернаторе общественный совет по помилованию, по вопросам помилования. И он подошел, здравствуй, здравствуй, Женя. А я говорю, Виктор Васильевич, когда же вы вернетесь из Москвы на Смоленщину? А он наклонился ко мне, но громко довольно-таки сказал. Говорит, не буду говорить в это дерьмо возвращаться. Ну, я хотел ему сказать, что, а кто это дерьмо тут создавал? Не я же, так сказать. Ну, и пошел дальше. А он шел к этому, к полномочному представителю президента на Смоленщине. Забыл, они часто менялись, значит, забыл, кто тогда был. Ну, а меня эти члены вот этого нашей комиссии по помилованию. Кто это, кто это? Хорошо, вы не узнали. Это наш бывший губернатор Виктор Маслов. Виктор Николаевич. Ну, ладно, это к слову сказать тоже. Я все к слову сказать, потому что все время всплывают какие-то моменты, о которых просто так не расскажешь. А вот если привязывается к чему-то, то и расскажешь. Так вот, значит, если 7 лет создавалась такая параша, значит, из которой сейчас плещут дерьмом на нашего нынешнего губернатора, то зачем им это все нужно? Вылечил ногу, крепко встал на ноги, одел кроссовки и нахрен отсюда, так сказать, ковыряйтесь вы сами в этом дерьме, которое мы вместе с вами создавали. Вот, друзья, значит, я вам доложил, значит, некоторые, может быть, думают, а куда делся, значит, из медийного пространства. Вот он появился в медийном пространстве на больничной койке в палате за несколько тысяч рублей в сутки стоимостью, если для простого, может быть, человека, для него может быть и бесплатно, а может быть, из бюджета платится. Значит, в таком энергичном состоянии, рабочем в палате, превращенной в кабинет, где решаются жизненно важные для нас с вами вопросы. Смолянин, я имею в виду, жизненно важные для Смоляна вопросы. Поэтому давайте я, и от вашего имени, может быть, а вы, значит, в комментариях, давайте пожелаем, несмотря ни на что, значит, на наше какое-то, может быть, подспудное там отношение или негативное, может быть, отношение к здоровому, абсолютно здоровому островскому Алексею Владимировичу, больному Алексею Владимировичу пожелаем скорейшего выздоровления, вставания на ноги, выхода на работу и, может быть, ухода с нее. С вами был Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска. Всего вам всем доброго. Пока.